Донорский марафон Антисептические средства мы заказали электрами, канистрами. Вот, пожалуйста, канистры, которые будут переданы на участковую избирательную комиссию. Голосовать безопасно. ЦИК Карелии готовится ко дню голосования по поправкам в Конституцию. Я сделала генеральную уборку и чистку всех экспозиций. Мы достали из запасников какие-то новые экспонаты, добавили в нашу экспозицию. То есть каждый день была работа. Чистота и красота. В доме куклы за время карантина навели порядок и вновь ждут посетителей. В Петрозаводске появится сквер столетия Карелии. Такую инициативу обсудили глава республики и руководитель города. Артур Парфенчиков и Ирина Мирошник проехали по столице и осмотрели общественные территории, где сейчас ведутся работы по благоустройству. О степени готовности стелы воинской славы и судьбе дерева дружбы расскажет Данил Чиненов. Вот эта лестница тоже будет сделана? Да, да, лестница будет делать. И подходы здесь тоже сделаны. Стелу воинской славы. Здесь начался маршрут глав республики и ее столицы. Установили 14 мая. Сейчас рабочие обустраивают территорию вокруг. Ее замостят гранитом, время службы которого обещают продлить дренажной системой. Открыть монумент планируют к концу августа. А вот дерево дружбы, которое стояло на этом месте ранее, сейчас ждет реставрации. Дерево дружбы, оно сейчас на ответственном хранении Петрозаводск-Маша. И планируем, что они реставрацией будут заниматься, конкурсной процедурой в процессе. Да, у нас почти готов проект. Буквально к 15 числу он должен быть готов. Сейчас проходит достоверность метной стоимости цены. Будет он установлен на набережной города Петрозаводска. В городской администрации временем его открытия определили начало осени. К этому же времени могут открыть сквер столетия Карелии. С такой инициативой во время осмотра набережной выступил Артур Парфенчиков. Олея столетия. Да? А чем это? Почему на комиссии рассмотрим? Давайте подумаем и действительно ее обозначим. Ну, что-то должно быть обязательно, центровое. Ну, такую аллею сделали вдоль лососинки. Почему нет? На самой Онежской набережной планируется реконструкция. На первом этапе проведут косметические работы. Обустроят и городские парки. Всего на благоустройство Петрозаводску выделили из регионального бюджета более миллиарда рублей. По словам Ирины Мирошник, сумма беспрецедентная. Данил Чиненов, Владислав Будников, Служба новостей. Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в вахтовом городке вблизи поселка Пуйколо Сартовальского района. В нем проживают рабочие, привлеченные для строительства дорог. Четверо заболевших вахтовиков изолированы. Бригада медиков выехала на место для осмотра всех работников объекта. В самом городке проведена дезинфекция. Рабочие не покидают территорию. Внутри коллектива минимизировали контакты. Всего за прошедшие сутки в Карелии подтверждено 17 новых случаев коронавируса. Из них 11 в Петрозаводске, 2 в Суаярве, 2 в Сегеже, 1 в Беломорске и 1 в селе Ребалы Моизерского района. Территориальная избирательная комиссия Петрозаводска продолжает принимать заявления от граждан по месту нахождения. Это актуально для тех, кто придет проголосовать по поправкам в Конституцию России в Карельской столице, но прописан в другом городе. Как еще можно принять участие во всероссийском голосовании и почему меры безопасности называют беспрецедентными, расскажет Анжела Маркевич. Голосовать в этот раз будет не только легко, но и безопасно. Это, пожалуй, и девиз, и главный приоритет при проведении голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Здоровье граждан – самое главное. Все члены избирательных комиссий в Карелии и наблюдатели от общественной палаты пройдут обязательное тестирование на COVID-19. Все участники процесса, находящиеся на участках, будут обеспечены средствами защиты – масками, перчатками, санитайзерами. Голосующим выдадут даже авторучки. А сами участки для голосования будут дезинфицировать раз в час, не останавливая процесс голосования. В Карелии уже закуплена большая часть средств защиты. Их демонстрирует председатель территориальной избирательной комиссии номер один Петрозаводска Оксана Яцкова. Антисептические средства мы заказали литрами, канистрами. Вот, пожалуйста, канистры, которые будут переданы на участковую избирательную комиссию. У нас каждому, как я уже повторилась, каждому избирателю будет отдельная ручка. У нас будут халаты для организации голосования вне помещения, потому что мы получаем очень много заявок о голосовании вне помещения. В Петрозаводске немало заявок и о тех, кто в день голосования будет находиться вне места своей прописки, но желает выразить свое отношение к поправкам в Конституцию. Заявления от этих граждан будут принимать до 14 часов 21 июня по трем адресам – в мэрии, ПетрГУ и автотранспортном техникуме. Что касается самого голосования, то у каждого пришедшего, где бы ни проходило действие, первым делом измерят температуру тела. Предусмотрено все и на тот случай, если у гражданина она окажется повышенной. Никакого ограничения его избирательного права или права на участие в голосовании мы, естественно, не производим в этом случае. Будет оборудовано специальное помещение рядом с избирательным участком, на который будет предоставлена возможность этому гражданину проголосовать в этом помещении специальном. Кроме того, гражданам будут предоставлены дополнительные возможности для голосования. Так, сделать это можно на участке для голосования с 25 по 30 июня. Предусмотрено и бесконтактное голосование на дому, например, для маломобильных граждан. Для этого нужно обратиться по телефону в участковую комиссию или направить обращение через портал госуслуг. Мы обеспечим голосование этих граждан на дому. Это будет сделано максимально бесконтактным способом. То есть, будут предусмотрены, все члены комиссии будут обеспечены халатами, соответствующими медицинскими масками, перчатками. И возможность голосования будет также бесконтактным. Ещё один способ вне помещения для голосования. С 25 по 30 июня участковые комиссии могут провести выездное голосование в тех населённых пунктах, где отсутствуют специальные помещения, в том числе на придомовых территориях. Все эти меры позволят избежать очередей и скоплений на участках 1 июля. Анжела Маркевич, Иван Пахомов, Служба новостей. В Карелии семь стационарных учреждений соцобслуживания из-за пандемии были переведены в закрытый режим. Одно из них – Петрозаводский дом-интернат для ветеранов – в таких условиях работает уже больше месяца. Как изменились будни сотрудников и проживающих, расскажет Николай Нефёдов. Сейчас ежедневные прогулки по закрытой территории – одна из немногих отдушин, проживающих в доме-интернате. До карантина многие здесь были на самообслуживании, сами ходили в магазин, посещали кино и театры. Да и в целом досуг был намного разнообразнее. Но тяжелее всего то, что пока невозможно увидеться с родными. Пожилые люди в группе риска. И чтобы обезопасить их от заражения коронавирусом, посещения были запрещены несколько месяцев назад, ещё до перевода интерната в закрытый режим. Как рассказывает Сергей Трофимов, сотрудники дома-интерната тоже оказались в непростом положении. Работают двухнедельными вахтами, перед каждой обязательные тесты на коронавирус. Изменились и объёмы работ, приходится проводить дополнительные дезинфекции, да и проживающим сейчас, конечно, требуется больше внимания. После работы сотрудников отвозят на автобусе в гостиницу, где они вынуждены находиться на обсервации и тоже лишены возможности видеться с семьёй. Мы на это шли, сами знали, какой режим, но тяжеловато без семьи увидеться. Только по звонку, разговору, интернет, видеосвязи. Чтобы поддержать сотрудников, власти предусмотрели дополнительные выплаты – региональную 20 тысяч за вахту и президентскую, в зависимости от должности. Когда дом-интернат переводили на закрытый режим, ни о каких доплатах сотрудники не знали. Вызвались работать в таких условиях сами, только чтобы обеспечить безопасность проживающих. Дополнительные поддержки очень рады. Ну, конечно, люди все очень довольны, потому что ихний труд оценили. А жду, конечно, поднялся у людей. Люди очень признательны, благодарны. Сейчас и сотрудники, и жильцы дома-интерната надеются, что скоро пандемия закончится и можно будет, наконец, вдохнуть свободно. Выбраться на самостоятельную прогулку и встретиться с близкими, которых не видели уже так долго. Николай Нефедов, Варвара Ермоленко, Служба новостей. Российско-финляндский культурный форум пройдет онлайн. Корпорация «Развитие» проводит бесплатный вебинар для бизнеса. В Карелии будут тренировать керлингистов. Об этом и не только расскажем коротко. 21-й российско-финляндский культурный форум пройдет онлайн с 1 по 3 октября 2020 года. Программа виртуального форума будет включать открытие мероприятия, тематический семинар по музыке, заседания по креативным индустриям и переговоры партнеров. 15 июня Корпорация «Развитие Республики Карелия» проведет вебинар «7 фишек продвижения бизнеса ВКонтакте». Спикер Ильяна Демушкина расскажет о разработке уникального торгового предложения, правилах создания и размещения контента и о продажах ВКонтакте. Участие бесплатное. Директору симфонического оркестра Карельской филармонии Валерию Бабкову указом президента России Владимира Владимировича Путина присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры». Государственное училище Олимпийского резерва в Кондопоге заключило соглашение о сотрудничестве с Федерацией Керлинга России. В планах создание базы для развития керлинга в Карелии, а также открытие отделения в Кондопожском училище для подготовки спортсменов, преподавателей, тренеров и судей. Студенты Петрозаводского государственного университета представили проект эколого-патриотической экскурсии по Петрозаводску. Тропа проходит в парке защитников города. Ее протяженность около двух километров. В начале маршрута установлен стенд с картой исторических объектов и краткая справка о боях 29 сентября 1941 года. Некоммерческие организации, участвующие в борьбе с коронавирусом, смогут получить президентские гранты. На конкурс будут приниматься проекты оказания адресной помощи по трем направлениям – социальное обслуживание, поддержка и защита граждан, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Внесены изменения в статью 101 Федерального закона об исполнительном производстве, устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. От взыскания из службы судебных приставов защищены единовременные выплаты на детей, выплачиваемые в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года. Уличные художники Петрозаводска вновь решили отметить День России фестивалем, но уже не настолько масштабным, как в прежние годы. На бетонном заборе кинологического центра в Петрозаводске появляются креативные сюжеты. На одном из них – исторические личности – Юрий Гагарин и Михаил Кутузов. Не обошли стороной и тему коронавируса. Еще одна работа посвящена подвигу врачей во время борьбы с ковид. Всего из заявок с 20 эскизами было выбрано две. Победителями стали участники из Кондопоги и Петрозаводска. Думаю, что данный фестиваль может как минимум выразить благодарство как врачам, так и просто отдать дань Дню России. Цель фестиваля – показать, что граффити – тоже искусство. К тому же это способ молодежи проявить свою позицию по важным событиям, происходящим в стране и мире. Коммунальные службы некоторые считают, что ровная серая стенка – это интересно. Мы считаем, что ровная серая стенка – это скучно. Есть масса примеров, когда действительно произведения искусства и закрашивались, и уничтожались. Но сейчас наоборот я вижу все больше и больше социального некого резонанса по поводу того, что если раньше просто закрасили и все, то сейчас уже возникает и какой-то общественный призыв к тому, чтобы это не закрашивали, чтобы это оставалось. Для художников такие фестивали – хороший способ проявить свои способности и таланты. А для города останутся современные арт-объекты. Так граффити из-под поля выходит в рамки полновесного искусства. Это своеобразный способ уличных художников заявить о том, что они прежде всего художники, а потом уже уличные. Карелия продолжает участие во всероссийском марафоне «Оставайся донором». Акция приурочена ко Дню России и Всемирному дню донора, который отмечают 14 июня. Принять участие может любой совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний к сдаче крови. Но пандемия диктует дополнительные ограничения. О том, как можно принять участие в акции и помочь людям, расскажет Алексей Неживенок. Уже в первый день донорского марафона станцию переливания крови посетило более 60 человек. В следующие дни в здании тоже было оживленно. Вне акции каждому добровольному донору выдается ленточка «Российский триколор» и значок с группой крови. Но, конечно, большинство пришло сюда не за памятными знаками. Основная мотивация – помочь врачам спасти чью-то жизнь. Правильно говорят, что одна донация – это три спасенных житий. Наверное, к донорству вообще приходит, наверное, каждый по-своему. Я даже скажу, может, как и вот своим разумением. Я в первый раз давал кровь будучи в армии, для меня это было просто интересно. Творить добро – это всегда было почетным, правильным. И призываю я сегодня всех жителей республики, кто действительно имеет возможность, иметь противопоказаний, перейти на станцию переливания крови, в хороших условиях сдать кровь, которая спасет чью-то жизнь. Всего в Карелии регулярно сдают кровь около 7 тысяч жителей республики. По количеству доноров на тысячу человек наш регион занимает первое место на северо-западе. Звание «Почетный донор» имеют около 5 тысяч жителей республики. Кроме возможности оказать помощь, донорство позволяет проверить основные параметры здоровья. Перед забором измеряют давление и температуру. Тестируют кровь на гемоглобин, врачи проводят первичный осмотр. Настоящий марафон, он как раз призывает вернуться к проблеме донорства, даже в большей степени не в связи с тем, что ее не хватает, а в связи с тем, что она нужна каждый день. И пополнять запасы донорской крови нужно ежедневно, потому что ежедневно есть в ней необходимость. И заготавливать впрок ее совершенно бессмысленно. О том, какая группа крови сейчас в дефиците, дает сигнал донорский светофор, размещенный в паблике станции переливания крови в соцсетях. Прежде чем идти сдавать кровь, есть смысл обратить на него внимание. Алексей Неживенок, Станислав Шведов, Служба новостей. Плановую стоматологическую помощь начали оказывать в Петрозаводске, Костомукше и еще в четырех районах республики – Муизерском, Каливальском, Пудырском и Лоувском. В остальных пока только неотложная помощь. Медики приспосабливаются работать в новых условиях. Так, в стоматологической поликлинике на улице Гоголя в Петрозаводске приняты дополнительные меры защиты. Подробнее в нашем сюжете. В холле стоматологии так называемый фильтр. Без масок проходить нельзя. Обязательное измерение температуры. Заболевших дальше фильтры не пускают, чтобы не допустить возможное распространение инфекции. Зубной врач Рамзан Джабраилов готов к приему пациентов. Кроме одноразовых халата, шапочки и перчаток – респиратор, которого хватает на шесть часов, и щиток. Риск придачи инфекции возрастает при некоторых видах работ во рту. Поэтому сейчас врачи и медсестры стоматологи используют дополнительную защиту. Мы потому что стараемся максимально изолировать себя, скажем так, средствами защиты. Поэтому, естественно, соблюдаем все эти принятые меры предосторожности, чтобы не попала никакая зараза. Людям нужна помощь, её надо оказывать. Плановых пациентов начали принимать, но с дополнительными мерами безопасности. Количество номерков сократили, а между пациентами организовали специальные паузы. К примеру, в кабинете гигиены на дезинфекцию и проветривание даётся полчаса. В больших кабинетах, где обычно принимают несколько врачей, сейчас работает один специалист. Это тоже новое требование. Телефон у заведующей отделением Инны Барышевой звонит и во время интервью. Некоторых пациентов здесь ведут дистанционно. Если есть возможность для начала провести медикаментозную терапию, только потом проводить какое-то, это чаще всего хирургические вмешательства, тогда, конечно же, такому пациенту я назначаю медикаментозную терапию, веду его дистанционно по телефону. Некоторые пациенты мне даже присылают снимки своих зубов. Поэтому у меня есть возможность общаться с ними и видеть такого пациента. Если неотложную помощь отсрочить нельзя, пациента принимают опять же со всеми мерами предосторожности. Запись на плановый прием по-прежнему через портал госуслуг и по телефону. Номерков немного, но мы, недовольных пациентов, не встретили. Неделю назад позвонил и все, записали. Вот пришел, время назначили и все, в 11.15. Я записался по телефону и попал, сразу попал. А пока это насущная потребность возникла? Ну да, мне протезирование надо делать, поэтому у меня это горело. Чтобы выявить заболевших среди медиков, им делают тесты на коронавирус. Риск заболеть остается. Некоторые пациенты не считают необходимым сообщать, что сидят на самоизоляции или на больничном с ОРВИ. Хорошо, что есть доступ к системе, которая показывает, болеет сейчас человек респираторным заболеванием или нет. Когда отменят дополнительные меры безопасности, здесь не знают. Но ждут. Хочется всем сказать, все проходит и это пройдет. Татьяна Калиева, Юлия Кучеренко, Алексей Миронов, Служба новостей. Домовые, кикиморы и прочие обитатели сказочных миров заждались посетителей в одиночестве. Но Петрозаводский дом куклы наконец открылся. Музеем в Карелии разрешили работать с 1 июня. О том, какие меры безопасности для них разработали, на одном примере узнала наша съемочная группа. Обязательно со всех сторон, между пальчиками. Следующая мера обязательно – это замер температуры. У виска самые грамотные, правильные. Уже привычные для всех процедуры теперь и в музеях. Петрозаводский дом куклы открылся 5 числа. Несколько дней понадобилось на подготовку к приему посетителей. Ведь открывать залы без принятия специальных мер нельзя. Во-первых, обязательно бесконтактный замер температуры при входе. Вот такой замечательный градусник у нас теперь есть. Это обязательно обработка рук антисептиком при входе. И антисептики у нас находятся в каждом выставочном зале. Это обязательно дистанционная разметка по полу, которая у нас, как видите, присутствует. Это направление движения для посетителей, чтобы у нас не было встречных потоков. Соответственно, вот эти меры. Ну и, конечно же, защитный экран. Вся прикасовая зона у нас тоже за защитным экраном. Посетителей за эти дни было немного, но нам удалось застать в галерее группу маленьких гостей. В ней не больше 10 человек, так гласят правила. И на лавочках ребята расселись на расстоянии друг от друга. На лице у каждого защитная маска. Ребят, понравилось вам, скажите? Да, понравилось. А в масках не тяжело? Тяжело. Дом куклы был закрыт два месяца. И так как он частный, в финансовом плане пришлось нелегко. Выплаты от государства получили, но на аренду все равно пришлось собирать всем миром. Для этого Мария организовала продажу сувенирных кукол. Но она признается, что было в таком длительном застое и положительное. Я и перекрасила все батареи. Я сделала генеральную уборку, чистку всех экспозиций. Мы достали из запасников какие-то новые экспонаты, добавили в нашу экспозицию. То есть каждый день была работа. Сейчас обновленная и намытая галерея ждет гостей. Возлагают надежды на туристов. Летом они составляют большую часть посетителей. Заждались их в одиночестве и подопечные Марии. Домовые, лешие, кикиморы и прочие обитатели сказочных миров. На сегодня это все новости, о которых вам успела рассказать наша служба новостей. В студии была Юлия Степанова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова